Всем привет, друзья! Всем доброе утро! С вами Турпресса, Алена, Андрей. Напоминаю, мы на северном Кипре в городе Фамагуста. Прямо сейчас мы снова в старом городе. Мы сейчас прошлись по старому городу, и вы знаете, здесь такая пленительная атмосфера. Из-за отсутствия многочисленных туристов кафешки стоят полупустые, в них сидят и местные жители, и приезжие люди. Они читают обычные бумажные газеты, это очень удивительно. Пьют кто чай, кто пиво, но такая атмосфера, она очень сильно расслабляет. Мы погрузились полностью в атмосферу Кипра, забыли вообще все, что происходит в Москве. И в некотором плане мы начинаем понимать людей, которые переезжают сюда, на северный Кипр, и живут такой размеренной, беспечной жизнью. Здесь, конечно, тоже есть проблемы, и крах турецкой лиры местных жителей очень заботит. Но они говорят об этом с улыбкой, расслабленно, и, соответственно, вы тоже расслабляетесь, погружаетесь в эту атмосферу беспечности и размеренности течения жизни на этой солнечной стороне. И сегодня, ребята, мы решили просто прогуляться по Фомагусти, хотим зайти в ЛС Вайкики, посмотреть цены. Прямо сейчас зайдем на базар в старом городе, посмотрим, что там. Все постройки, все здания очень аутентичны, в муницианском стиле. Да. В самом городе вообще прекрасно. Роскошно. Ага. Все, ребята, базар закрыт. Суббота. Суббота, сейчас 2 часа дня, видимо. Сиеста. Сиеста, время отдыхать. Одного дня сиеста. Да. А, да, вот здесь вот открыто. Очки. Браслетики по 95 лир. Те очки по 395, но я уже, наверное, буду со своими старыми ходить. Те очки по 39 лир. Бэн-э-э-э-э-э. Бэн-э-э-э-э-э-э. Супер. 95 лет стоят ребят всю жизнь хочу купить вот эти вот исламские фонарики вот так они меня радуют и алена тоже могут вот потрогаешь ну и такой перевес ну как вот вести в багаже вот кто знает может скажу в такую с таким ручную кладь пускают надо выглядит красиво вот этот он сейчас подсвеченный сколько стоит такой смотри такой 475 лир 475 лиры это 1000 если на рублей то 1700 рублей а муж купить 15 где-то евро вот такой это точно перевес какой там приятный продавец он все нам рассказал дал карту бесплатно в общем мы просто шокированы таким таким отношением дружелюбным вот уже появились группа туристов кстати субботу поэтому осматривать болтаун советуем нашим друзьям в будний день сейчас они закончатся мы в прошлом выпуске рассказывали про замок отела вот он здесь это из трагедии вильяма шекспира и хотели еще добавить такую одну интересную особенность я не знаю знаете вы или нет но вот в театральных кругах ходит такое мнение не знаю напишите верите вы в приметы или нет в театральных кругах очень осторожно относятся к трагедиям шекспира к его произведениям в плане постановки потому что это как булгаков вот не всем дано то есть могут быть потом различные какие-то черные полосы неприятности напишите что думаете по этому поводу и напишите вы смотрели хоть раз в жизни постановку отела или допустим какую-то другую трагедию шекспира в театре потому что все знают фразу молилась ли ты на ночь без демона но вот полностью произведение я думаю что знают немногие так что пишите ваше мнение в комментариях а мы идем дальше сегодня суббота очень много туристических автобусов приехала я так думаю что они приезжают с южного кипра сто процентов евросоюза соответственно эти экскурсии приезжают с южного кипра сто процентов Ты посмотри, какой раритет, наверное, годов 60-х, если не 50-х. Кто хорошо разбирается в машинах, в фордах, напишите, как вы думаете, это какого вообще столетия, номер желтый, старинный, наверное, вот она тут стоит. В общем, Северный Кипр это не только путешествие, это еще и путешествие в прошлое, машина времени. Остров-загадка. Да. Остров-загадка. Остров-загадка. КОНЕЦ В общем, мы хотели обойти этот старый город и пройти на главную улицу Фомагусты, там магазины, Элхи Вайкики, Йос Пол Аса, но мы заплутали. В общем, план был хороший изначально, но оказался с подвохом, так что не знаю, мы уже обошли полностью этот старый город, еще плюс километр себе прибавили, нам тут по жаре так ходить круто. В общем, не знаю, сейчас будем искать или как-то менять план, какую-то лучшую сторону. Друзья, смотрите, какие здесь автобусы, это школьные автобусы Фомагусты, то есть детей на них возят в школу, сейчас каникулы, насколько мы понимаем. Ну, в общем, такие автобусы, конечно, просто. Типа таких автобусов мы еще видели на Маврикии, но Маврикии совсем далекий-далекий остров, то есть там до континента очень далеко. А здесь, ну, до Турции, в принципе, 10 часов на пароме, но такие автобусы еще раз подтверждают, что мы на машине времени просто переместились, я не знаю, лет, наверное, ну, как минимум на 50 назад, да, как думаешь? Ну, на 49 лет назад, в 1974 год, когда произошли трагические события, которых мы предпочитаем не говорить по политическим мотивам, они произошли... Сами прочитайте в интернете, то вот, да, в 1974 году мы находимся, наверное. И, кстати, да, если вы прочитаете про эти события 1974 года на Кипре, это был конфликт, слово называть не будем, какого рода конфликт. Но мы так понимаем, что все последствия вот этой разрухи, кризис, это тянется еще с того времени, именно из-за того конфликта, и приостановилось, скажем так, развитие Северного Кипра. То есть, грубо говоря, новую территорию, вот этот Северный Кипр, за 49 лет так никто и не признал? Никто не признал, да, и так они не особо смогли восстановиться. И у нас почему-то возникло еще такое подозрение, так как Турция же только поддерживает Северный Кипр, да, и единственная страна, которая признала независимость. Мы почему-то так подумали, что они не особо-то и хотят помогать в развитии туризма здесь, ну, потому что они хотят в первую очередь к себе туристов, чтобы туристы ехали в Турцию. Не знаю, может быть, это ошибочное мнение, напишите. Кипрский западный университет, вот. Несмотря на все санкции, здесь очень много американских вузов, и обучение здесь стоит гораздо дешевле, чем в Европе или в США. Кипра. Такая вот контрастность Кипра, да? Ну, россиянам надо знать совершенство, я думаю, низкий язык для того, чтобы дать обучение в таких... Ну, в первую очередь, все равно нужно иметь определенную сумму денег, потому что оно, тем не менее, не бесплатное. И вот смотри, тоже вопрос, если Северный Кипр никем не признан, кроме Турции, то дипломы вузов Северного Кипра, они признаются во всем мире. Как тебе? Да, есть такая некая игра, наверное. Честно говоря, с красными номерами автомобилей на Северный Кипр я не угадал, не буду угадывать по поводу образования дипломов. 29,81. Это в Лирах стоит 95-й сегодня. Ну, условно, скажем, 30... Один евро, условно говоря. Один евро, да. Ну, ребят, что? Сто рублей, да? За литр. Даже... С 95-го. Стоять, наверное, сколько сейчас евро стоит. В России-то? Да. Ну, каждый день новый курс. Да. Тут прям так и не скажешь точно. А вот так выглядит мясной магазин. То есть здесь сохранились еще магазины такие по конкретным товарам. Молочка, мясной. Вот. Но заходить не будем. Вы, наверное, сами все видите. Там продают только мясо. Ну, что говорит, наверное, об отсутствии такой тотальной глобализации на этой части острова, на северном Кипре. Ага. А вот это салон связи. Так выглядит тоже достаточно, скажем так, невнушительное заведение, да. Как палатка на рынке. И парикмахерская. Тоже вот так выглядит. Вот тоже небольшой магазинчик. Здесь до сих пор газеты продают. Харит, Пост. А Харит это турецкая, да, газета? Да. Ну, вот так типа выглядит магазинчик. Здесь, смотрите, очень небольшой выбор самого необходимого. Картофель, лук, здесь макароны. И везде чипсы, везде. Мы столько чипсов в жизни не ели, сколько съели уже здесь на северном Кипре, да? Да. Очередная парикмахерская. То есть здесь очень много барбершопов различных. Любят они стричься. И они все, кстати, ходят с модными стрижками и укладками. Да, вообще жители Кипра, северного Кипра, выглядят очень опрятно. Очень. И даже модно, я бы сказала. Прям такие они все. Вот идёт... Чистые, нарядные. Вот вы не поверите, идёт человек с метлой. Он дворник. На нём стильные джинсовые шорты, стильная майка, футболка. На нём стильные кроссовки, не из последних. И он дворник. Они прямо на работу одевают. И стрижка очень модная, как у какого-то знаменитого футболиста. Хотя он дворник, и здесь у коммунальных служб нет спецодежды. Ну, по крайней мере, вот у тех, кто убирает дворы. Так выглядят подъезды. Подъезды жилых домов. Тоже какой-то магазинчик с одеждой. С 10 до 8 он работает. Ну, а мне почему-то вот это место, вот эта улица Фомагуста, она напоминает такие, знаете, города Египта. Я тоже подумал, что как будто идём где-то в северний центр Каиры. Да, или вот, как это называется, там местности. Ну, где уже Нил, там вот... Гиза. Нет, не Гиза. Блин, вот из головы вылетело. Ну, вот забыла, на юге, короче, Египта, там такие вот города тоже есть. Не помню, как называется, вспомню, скажу. Арбузы продают. Посмотри, какая роскошная мечеть. Да, вот это точно. Даже если мы не найдём Вайкики, то, как минимум, мы увидели такую роскошную мечеть. Мы уже близки к тому, чтобы его не найти. Да. Мы уже идём восьмой километр от апартамента. Самовольно при том. Вот магазинчики тоже такие тут. И кафешки. Ну что, очередное меню, а цен нет, да? Да, вот что за мода. Есть меню, они дают, но нет цен. Если у них спрашиваешь, они, как правило, говорят QR-код. Но откуда у нас тут, чему мы должны об этом заботиться, в общем? Как-то неудобно, непродумано. Особенность Северного Кипра, особенность Фомагусты. Для того, чтобы прочитать QR-код, вам нужен мобильный телефон, в котором стоит местная сим-карта. Естественно, мобильный интернет. Как поговаривают местные старожилы, для того, чтобы вставить местную симку в свой мобильный телефон сроком на более месяца, мобильный телефон надо растаможить. Да. Сроком на более три месяца, да, если вы везете сюда мобильный телефон и вставите в него местную сим-карту, то через три месяца вам надо будет пойти в специальные службы, ну, как это называется, и с вас там возьмут денежку, и при том немалую. За простейший там Samsung берут где-то порядка 130 долларов. Ну, естественно, айфоны в цене выше. Потому что этот телефон считается везенным, и за него надо заплатить пошлину. Я просто говорю о том, что нам-то кажется, что мы видели все, однако есть еще тайные стороны туристической жизни. Затерянные местечки, да, не все Макдональдсы до Икеи. Мы будем узнавать, что почем. Да. Мы зашли, как вы поняли, в кафешку, потому что уже ходить по жаре было невозможно, надо было как-то чуть-чуть хотя бы охладиться, освежиться. Заказали домашний лимонад такой вот прекрасный. Как? Отлично, мне кажется. Лимон, мед, имбирь. Да, бесподобно. Такой кисленький. Самое главное его преимущество в том, что он холодный. Ну, и кафе с таким видом на мечеть, мы так понимаем, это главная мечеть Фомагусты, они тоже весят два флага, Северный Кипр и флаг Турции. Так что сейчас отдохнем и посмотрим, куда нас выведет дальше дорога эта. Честно говоря, ребят, плюс 35 на солнце. По прогнозу, по ощущениям, все плюс 45. Идем уже шестой километр. Но думаем, мы Элси Вайкики найдем. Ради Элси Вайкики стоит, да. Здесь в биткоинах, я так понимаю, принимают оплату. Ну да. Вот так. Да. Биткоин. Да, такой магазинчик, здесь сухофрукты продают. И всяческие орешки. Ну достаточно необычно, да. В городе есть бокалейные лавки, булочные, отдельно кондитерские, отдельно молочные. Мясные лавки разные. Есть куриные магазины, есть где продается говядина. Ну прям назад в прошлое. Да. И здесь, кстати, стоит такой аппарат, я не знаю, что. А, он делает, смотрите, видимо, он семечки как-то чистит. Вот. И от него такой аромат вкусный стоит. Вообще. Сразу захотелось что-нибудь пожевать. Смотри. Смотри. Мне кажется, эта печка он их обжаривает. Хотя могу ошибаться. Да, но я ни разу нигде не видела, чтобы такие, можно сказать, производственные аппараты стояли прямо посреди улицы. Ну, чтобы мне подсказывать, что впервые задача поставленная нами, перед нами же выполнена, наверное, не будет. Потому что, по-моему, впереди уже выход из города ЛСВАйтики мы не нашли. Да. Нет, ну, мы добьемся, мы дойдем до конца. Это на нас Шекспир так подействовал, наверное, со своей трагедией. Мне кажется, здесь уже такие локальные магазины начались. Из центра мы явно вышли. Может быть, мы его просто прошли. Ну, хотя такие магазины, как ЛСВАйтики, они всегда на первой линии стоят? Ну, естественно, да, там, где больше всего людей, больше всего покупателей, на самых центральных улицах. Не знаю, центральная эта улица или нет, но, по крайней мере, исторический центр мы уже давно прошли. И все, идем. Идем и идем. но обратно обещала, что мы поедем на такси, если мы его поймаем. Если мы его найдем, то безусловно. но зато здесь, по-моему, впереди будет большой гипермаркет, вот, макро. Я вижу, вывески. дефакто здесь точно есть, нашли уже этот магазин, но мы в него заходить не будем. Посмотрим еще чуть-чуть. Прогуляемся минут десять, может, найдем что-нибудь поинтереснее. Такой отельчик тоже, видимо, бутик. и суши здесь можно поесть даже. Нашли мы, наконец-таки, Элси Вайкики Фома Агусте. Вот он, пожалуйста, красуется прямо перед нами. Но сперва мы зайдем в Юэс Пола Асан. Кое-что там посмотрим. Такие шорты мужские стоят семьсот восемьдесят турецких лет. Здесь, слава Богу, цена одна. у нас здесь что? Ну, здесь, по-моему, выбор гораздо скромнее, чем в Турции, чем в Алании, да? Как думаешь? Ну, скорее всего, это же остров Да, такая вот симпатичная блуз-то стоит, ого, 1800 лир Однако Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, здесь выбор крайне-крайне скромный В принципе, выбрать тут нечего Жалко, что в Алании не купили Пойдем в Алси Вайки Как пустынно И как прохладно Ну, рубашка такая Здесь тоже двойные ценники Значит, 370 лир стоит Ну, неплохая, кстати Мужская рубашка Такое вот, типа, поло 250 турецких лир стоит Мужская футболка Чемоданы 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 Так, вот 900 лир большой чемодан стоит типа как у меня ой да смурфы вот они дорогие ого 270 ребята ну за 222 мы покупали в Алане так что здесь сто процентов дороже где-то на 2 евро индекс бикмага тарам тарам ну это большой размер конечно тарам тарам на чем это вообще 289 турецких лир а то что на тебе и залане ну явно где-то 200 наверно то есть на 3 евро дешевле ну я надо было сюда привезти еще с большой земли но и туристов здесь нет такого количества как в Алане и люди здесь тоже живут скромнее поэтому что ну поэтому не знаю а цены выше такое дисбаланс можно сказать шорты кстати 170 турецких лир стоит это не очень дорого и что здесь по составу на это 74 процента вискозы до вискоза и 18 ленную там дальше чуть-чуть хлопок там я бы купила что-то из лина либо хлопковое вот типа моей туники пляжные в общем ничего волки в айкики не стали покупать ничего не выбрали зашли вот торговый центр макро мы вам показывали проходили мимо него это типа мигра за здесь на северном кипре даже товары с маркой мигра здесь продаются мы кое-что купили и решили зайти на футбор так он интересно выглядит здесь здесь вот это куриная попис бургер кинг и еще какое-то местное короче заведение вот но мы взяли попис потому что бургер кинге там до дороговато все таки сейчас ну надо попробовать что-то другое то что-то кэфси типа типа кайфси да куриная тут такая вся тема значит это картошка тоже кетчуп майонез бургер кока-кола панта у них закончилась картошка хорошая вкусно попробуем бургер куриный а ну здесь вот такой он как бы такая котлета помидорчик салат кетчуп и булки с семечками нон дру так как как курицы по-моему да 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 ну пробуем зачетно классно да на шахбургер кэфси похож но в любом случае очень и очень вкусно друзья будем обедать опять фастфудинг и всем приятного аппетита и ваше здоровье некоторые хор Fur нет option delight с ef